Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы и делимся полезной информацией. Финно-Угорский этнопарк приглашает на Рождество 7 января. А вот на парке в селе Эб завершится фестиваль новогоднего настроения и зимних забав «Лым-Лун. День снега». Экстрим веревочного парка, самский лабиринт, путешествия по сказочной тропе, охотника, прогулка на лыжах по зимнему лесу, катание на квадроциклах, коньках, тюбинках и упряжке хаски. Рождественские мастер-классы, контактный зоопарк, фотографирование с настоящим северным оленем. Обширная программа обещает начаться в 10.00. Вход на фестиваль бесплатный. Также бесплатно будут участвовать во всех программах дети до 12 лет. Движемся далее. Торжественный новогодний салют в столице Коми прогремит 1 января в половине второго ночи. Фейерверк продлится 6 минут. В воздух будет выпущено больше 200 сотных зарядов. Залпы новогоднего салюта будут выпущены с правого берега реки Сысола, из Заречья. Лучший всего салют будет видно в Кировском парке и на Стефановской площади. Вот не зря, кстати, набережную это сделали. К слову, в Эжинском районе столицы новогодний фейерверк прогремит в 2 часа ночи. Так что, в принципе, при наличии транспорта можно успеть сразу на два салюта. Ну и аномально теплый характер погоды, балующий жителей Коми весь декабрь, сохранится и в новогоднюю ночь. Среднесуточная температура в ночь 31 на 1 января ожидается выше климатической нормы на 10 градусов. Если норма для юга Коми составляет минус 14, для Сыктывкара минус 15, а для Заполярья минус 18, то в новогоднюю ночь она будет колебаться с юга на север в пределах 3-8 градусов. Согласитесь, довольно комфортно. Ну и напомню, самой холодной за последние десятилетия была встреча 2015 года, когда в новогоднюю ночь столбик термомета только в Сыктывкаре опускался до минус 25 градусов. Ну а сейчас, друзья, мы немножечко отвлечемся, точнее не отвлечемся, а продолжим нашу программу «Полезная». Рубрика «Советуют специалисты», с которой вы узнаете об одной новой полезной услуге от компании Ростелекома «Антивирус Касперского». Внимание на экран. В условиях современного мира интернет-технологий и медиа очень важно уметь защитить ребенка от нежелательного контента и вредоносных программ. Кроме того, опасности могут подстерегать ваше чадо и в офлайн-мире. Например, нежелательные контакты, знакомства, мошенничество и прочее. Задача любого родителя – оградить детей от всех этих неприятностей. Современные технологии позволяют это сделать довольно просто. Компания Ростелеком совместно с лабораторией Касперского предлагает и настоятельно рекомендует всем родителям воспользоваться сервисом Safe Kids. Принцип действия его довольно прост. Достаточно установить мобильное приложение на смартфон родителей и на все гаджеты ребенка. С момента установки приложение Safe Kids начинает круглосуточно контролировать все действия вашего ребенка во всемирной паутине и уведомлять вас при возникновении каких-либо опасностей. Например, функционал приложения позволяет контролировать местоположение ребенка, ведь всегда важно знать, где именно ваше дитя находится сейчас. Также можно задавать определенный периметр на карте, за границей которого ребенку выходить запрещено. При выходе за этот периметр родителю моментально будет отправлено уведомление. Кроме того, можно отслеживать использование нежелательных программ и сервисов. Приложение ориентируется на возрастные ограничения контента и автоматически запрещает или разрешает их использование. Контролировать список контактов ребенка, а также его переписку в социальных сетях и через SMS-сообщения. Я уже не говорю о видео и аудиоконтенте, который ребенку видеть еще рановато. При выходе на такие ресурсы экран устройства просто выключится. Приложение Safe Kids имеет множество функций, обо всех их просто невозможно рассказать в одной программе. Поэтому проще и удобнее попробовать это приложение самому. Именно поэтому при подключении данного сервиса через личный кабинет абонента Ростелекома или на сайте нашей компании мы предоставляем бесплатный тестовый период. Помните, всегда лучше предупредить неблагоприятное стечение событий, чем исправлять последствия. Особенно это касается детей. Что ж, друзья, в любом случае до Нового года осталось совсем немного. Мы продолжаем готовиться, ходить по магазинам, кто-то еще докупает подарки, кто-то еще, к своей жизни, не купил даже. Но, надеюсь, в общем-то, новогоднее настроение сейчас у каждого из вас в той или иной мере присутствует. Если нет, то ближайшие полчаса проведите вместе с нами. Уверен, вы получите заряд настоящего позитива новогоднего. Наш телефон 469060. Мы в прямом эфире, поэтому сегодня у вас есть уникальная возможность поздравить родных, близких с наступающим 2018 годом. И, милости просим, так сказать, в эфир, звоните из любой точки КОМИ. Ну, а ближайшие полчаса мы проведем в компании отличных парней. Это группа «Балалайка» имени Семена Налимова. Друзья, здравствуйте! Привет, Свет! Ну, и для того, чтобы задать сразу новогоднее настроение, давайте исполним самую новогоднюю песенку. С радостью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, а мы сейчас, наконец-то, поговорим уже о нормальной речи, а не музыкальным словом, так сказать. Друзья, скажите, пожалуйста, вы уже готовы к встрече Нового года? Владимир? Ну, мы работаем в новогодние праздники все. Ну, как готовим? Мы готовим своей программой. Готовим усилить сыктывкарцев, гостей столицы. Ну, вот, тем не менее, когда вот вы выступаете, наверное, и заряжаетесь какое-то новогоднее настроение? Или все-таки вот есть такое, что вот работа накладывается в отпечатку? Вот, ты скажешь. Мы за эти дни, наверное, так устаем, что самое такое настроение классное – это вот лечь под одеяло и вот так вот так лежать все эти праздники. Послушать Владимира Владимировича и уснуть. Игорь, а у тебя есть настроение? Ну, у меня он всегда со мной, потому что куча праздников, и всегда нужно быть готовым. Всегда должна быть бодрость, духа, энергетика, ну и, конечно же, юмор, потому что мы проводим праздники, мы играем на праздниках, мы должны выглядеть всегда достойно. Все-таки про нас говорят, что мы лицо республики, визитная карточка, поэтому всегда стараемся удивлять наших фанатов, поклонников, вот, и тех, кто еще нас впервые видит, говорят, что это просто супер. Ребята, как это вы делаете? Есть еще те люди, которые вас не видели, да? Да, да, есть такие люди. Жаль, друзья. Ну, я уверен, что им из-за того приятно очень, что они вас видят, без сомнения, тем более, что уникальный коллектив. Скажи, пожалуйста, у тебя есть новогодний настроение? Ну, оно будет 31-го. 31-го, да? Пока что его нет. Пока что рабочее настроение. Давайте, друзья, поговорим вот о чем. Как вы считаете, какие атрибуты Нового года самые важные, как вы считаете? Владимир. Ну, игрушка с Дедом Морозом – это неотъемлемая часть новогодних. Ну, я думаю, мерцающие огонечки. На окнах у людей в квартирах, на площади. Очень наша площадь, центральное кольцо, красивое. Вот приедете вечером, как красиво там сделали. Видели. Естественно, наша площадь центральная, где ледовые фигуры с елочкой. Мы все поднимаем в проекте настроение. Как вы относитесь к тому, что вот некоторые люди вешают на свои окна вот эти гирлянды светящиеся? Мне кажется, это здорово, нет? Да, конечно. Намного веселее смотрится. И как бы идешь, и сразу с улицы уже приходишь домой уже в настроении. То есть, видно, что как бы люди… С работы выходишь, ну, как… Да, да, вроде как. Сразу хорошо. Им весело, и мне тоже весело. Я хочу сказать, что вот в европейских странах, ну, в частности, в Швейцарии, где мы бывали, в Финляндии, у них такие… у них не то, что гирляндочки, как мы, они немножко как бы… Это у них… Рождество – это главный праздник, чем сам Новый год. И у них на окнах, практически во всех окнах стоят такие свечечки, они в совершенно порядке таком. И они все так горят, на каждом окне такие свечечки стоят. Что это такое? Ну, это, думаю, это все-таки связано с Рождеством. Среди атрибутов праздника на вам? Конечно же, елка дома. Живая, кстати, или… Нет, я, конечно же, с курицей елкой. Все-таки год экологии, надо как бы отдавать, да? Это удобнее и практичнее. Согласен с тобой, согласен. Ты как считаешь, вот из атрибутов что можно Нового года главным назвать? Я думаю, что вообще… Ведь этот праздник, наверное, для того, чтобы собирались все родственники, вот, за столом. Вот, наверное, стол праздничный… Чтобы он был крепкий, не сломался. Крепкий, да, под яствами, чтобы не сломался. Вот, я думаю, что самый главный атрибут. Так, спросим сейчас у самой большой балалайки. Главный атрибут? Да. Ну, на самом деле, тут все вместе. И, кажется, стол с яствами, да, как Владик сказал, и, как Артем сказал, это новогодняя, очень яркая, пышная елочка. Ну, и самые желанные гости, родные и близкие. Вот, собственно, и все. Наверное, хлопушки. Ну, не у всех хватает, конечно же, средств на то, чтобы запустить салют. Ну, очень хорошо, когда это делают соседи, а все остальные смотрят в окно. Молодец, красавчик. Пять штук пульнул за две минуты. Минут хорошо, да? Ну, дай бог здоровья таким людям, друзья. Друзья, на самом деле, в принципе, можно даже организовать ведь коллективные салюты, да? Можно просто по двору пройтись, объявление, скинемся на салют для всего двора. Может такое забабахать. Ну, а я знаю, что вы недавно так же забабахали новую программу, да? Русь изначально. О чем она, Володь? Что? Да, это у нас родилась такая программа. Вот, мы ее долго вынашивали. Программа очень интересная. Она посвящена вот той дохристианской Руси, вот, такой древней, вот. Естественно, мы тех песен и мелодий с тех времен не нашли, но исполнили те, которые посвящены вот тем временам. Ну, что-то старинное, наверное, тоже было. Да, да, да. Можно сказать, что такое, оно просто на современный лад переделаны, но слова или тексты так или менее, вот, связаны с тем вот периодом. Знаешь, что был полный зал, какие ощущения у зрителей были? Ну, ощущения, те, кто впервые пришел на Балайку, говорят, в следующий раз обязательно вас позовите на новую программу, которая будет в исполнении группы Балайка. Они просто были в шоке. Нас не отпускал зал, я не знаю, еще минуту, наверное, 10. После завершения программы мы уже думаем, что играть еще дальше. Вроде, ну, как бы не хотелось выходить из рамок того стиля, который мы, собственно, и задумали. И поэтому, не знаю, честно говоря, у всех восторг, потому что звонили, писали. Ну, это было ясно, понятно, что народу понравилось. Народу понравилось, эта программа необычная, очень такая яркая, интересная, самобытная. Ну, я думаю, что мы приобрели новых поклонников за счет этой программы, потому что все же думают, что группа Балайка только что-то играет, и все. Но не только играет. Сейчас мы еще и поем. Володя у нас сейчас главный солист. Игорь, главный бэк-вокал. Бэк-вокал, да. Поэтому мы будем думать дальше над новыми программами, потому что нам понравилось, людям понравилось, надо дальше удивлять и тем самым пополнять круги наших. А вообще хочется отметить тенденцию того, что людям нравится патриотическая тема. Вообще эта программа вся на патриотике связана, вообще держится. И чувствуется, что народу этого хочется, они жаждут этого, они соскучились по этому чувству, уже патриотизм. Чувствуется, что Россия как-то уже встрепенулась, возрождается, и как-то хочется уже гордиться своей страной и своей историей. Очень рад, что вы делаете свой вклад. Я надеюсь, что эту программу увидят широкий круг зрителей, в том числе, надеюсь, благодаря нашему телеканалу. Ну а сейчас, благодаря, опять же, Юргену, мы услышим звонок телезрителя на всю республику. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Вас... Это я звоню староста хора Авиа Рябинушка. О, здравствуйте, здравствуйте. С этими ребятами мы знакомы. Хочу пожелать и вашей программе, и всем ребятам с наступающим Новым годом, здоровья вам, счастья, успехов. И вот насчет патриотической песни мы с вами полностью согласны, потому что наш хор тоже исполняет патриотические песни. Ребятки, вам спасибо огромное. Передача огромное спасибо. Это прекрасная передача в рабочий полдень. Нас тоже всегда мы ее смотрим. Спасибо большое. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Вас тоже с наступающим Новым годом, собственно, всех жителей республики. И, друзья, напоминаю, что вы можете дозвониться до нас и поздравить своих близких, родных, друзей с наступающим Новым годом, желтой земляной собаки. Ну, а у нас в гостях группа «Балалайки» и Семена Налимова. И сейчас мы услышим следующую композицию. Что это будет за... Ну, это песня из той самой нашей программы «Новая Русь изначальная». Вот. Песня называется «Я люблю тебя, Россия». Отлично. И мы сыграем стоя. Так, даже я пойду встану тогда в стороночку. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. Нерастраченная сила, неразгаданная грусть. Ты размахом необъятна, нет ни в чём тебе конца. Ты веками непонятна чужеземным мудрецам. Сколько раз тебя пытали Быть России или не быть? Сколько раз в тебе пытались Душу русскую убить? Но нельзя тебя, я знаю, Ни сломить, ни запугать. Ты мне родина, родная, Ты добром своим и лаской, Ты душой своей сила. Нерассказанная сказка, Синеокая страна, Я в берёзовые сицы Нарядил бы белый свет. Я привык тобой гордиться, Без тебя мне счастья нет. И я в берёзовые сицы Нарядил бы белый свет. Мне всю жизнь тобой гордиться, Без тебя мне счастья нет. Супер, друзья. Я думаю, что если бы здесь сейчас Были много зрителей, Тут бы были овации. На самом деле, действительно, Очень трогают душу песню. Даже вот представляешь под неё Действительно российские просторы. Ну, собственно, и наша республика Как раз вписывается в это, да? Тайга, снега, всё. Люди. Кто автор этих строк? Композитор Давид Тухманов. Слова я не помню. Вот Балая, может быть, помнит. Где вы нашли эту песню вообще? Она знаменитая песня? Её музыкино в своё время Людмила Закина. Иосиф Кобзон её часто исполняет. Как бы она такая, на слуху, можно сказать. Я знаю, что вы выступали Со своей программой не только в Сыктывкаре, Вот, Руси изначально, Но ездили куда-то ещё, да, по-моему? Да, в Усть-Кулом съездили. В Усть-Кулом съездили, да. Как там прошло выступление? Они, жители Усть-Кулома, Тоже видели нас уже не в первый раз. Мы в прошлом году Их порадовали программой The Best, да, Самая лучшая там в двух отделениях. И в этом году привезли новую программу. Те же лица, которые уже видели, Вновь рады нас, да, послушать, Посмотреть, Понаблюдать за нашим творчеством. Тем более здесь как раз таки вот Мы очень много пели для них. Они как-то всё-таки любят Василей, Там всегда песни. Тут как раз очень близко всё это, Как говорится, К нашему народу. Они любят песни слушать. И тем более такая программа Очень интересная. Они такие в восторге, да, Тоже не отпускали нас. Но, как говорится, Дорога дальняя, Поэтому быстрее, быстро, друзья. А почему именно Бусть-Кулом? Потому что мы сотрудничали, С нами в программе участвовала Юная Певица Диана Сенькина, Которая была, Вот, заняла первое место На конкурсе Универ-видения. Да, 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 да. И она с нами спела Три песенки. Вот. И она вот с Искулома. Вот. Вот вас кто туда затащил. И с нами сотрудничала там Юная поэтесса Ксения Мишарина. Она писала К нашей программе Вот пять стихотворений Былин, Вот, которые Они прозвучали Вот, как бы В течение программы, да? Да, в этом концерте. Да, наш друг, да. Ксения, мы уже С ней В позапрошлом, получается, Да, Володь? В позапрошлом году На Василе Заняли Там, получается, Второе место Там еще там Презирительские симпатии Там Да, мы взяли Самое большее количество призов Да. Презирительских симпатий Самое главное Вот, второе место Как бы взяли И Отдельный приз От главы района То есть Три Таких призов Все собрали Урожай А Сергей Анатольевич сказал, что Когда он там был Как гость Говорит, если бы я был в жюри Я бы Этой песне Нашей песне Дал бы первое место Ну, неплохое Неплохое задел Владимир Вы довольно часто Вот ездите по республике Я так понимаю, да? И Планируются ли, может быть Выезды куда-то за пределы? Или пока что Вот Только в пределах региона Может быть Мы давно планируем Выезды за пределы республики И за пределы России Вообще И даже галактики В связи с тем, что Знаете Ну, мы же смотрим За политикой Наблюдаем, что творится вокруг И вот эти санкции Вот эти вот Трудные переезды Какие-то теракты Там упал Там зарвали Что-то Вот, знаете Наши Коллеги С которыми мы сотрудничаем Перестали как бы нам не то что звонить Как бы затихше пошло какое-то Вот какой-то Каждый год мы Минимум в одну страну В Вену мы ездили Вот последние два года Вот понимаете Даже вот Москва И так Они воздерживаются от поездок У нас была колоссальная поездка Станы Среди Веноморья И старые страны Персидского залива Это Кувейд Абудаби Там вот эти вот Может было Арабские Эмираты Хорошая поездка Но все в связи с тем Что в Турцию упал Там Сирия Там теракты Там заложники Воздержка Сейчас просто идет воздержка Вот Но главное что Нас приглашают Западные страны Нас приглашают Германия Нас приглашают Словакия Словакия Но все опять же упирается В гранты какие-то там Финансовые расходы И вот это Вот это непонятно почему Когда есть программа хорошая Которую надо покатать Хотя бы Год хотя бы Покатать программу У нас она не одна На любой вкус И вот эти вот Финансовые вопросы Они нас сдерживают Понимаете Мы можем сейчас Мы по республике Мы ездим естественно Мы в том году Печорий были В Усинске Давали эту программу Вот Ну и в этом году Я думаю что Вот в 18 Мы тоже куда-нибудь С этой программой Снова съездим Ну вот по Заверениям астрологов Говорят что будет Вроде бы неплохой год Будем надеяться на это Друзья Ту-ту-ту Как говорится И главное что Группа Балайков Санкционный список Не внесли поэтому У вас есть шанс И нести русскую культуру Так сказать В массы И за пределы региона Кстати вот Насколько вы Уверите В восточный гороскоп Заглядываете ли туда Артем Ты вот заглядываешь Смотришь Какой будет Следующий год Чего там Водяного дракона Огненные собаки Кстати Это год мой Я год собаки Я тоже год собаки Нам даже Володь Так Друзья Я с вами понял С Артемом разберемся Давайте Честно нет Нет Не верю Не смотрю Не увлекаюсь этим Но мой год проходит Подходит к концу Приходит год собаки Не мой поэтому думаю У меня Ну это и мой год Ну ничего страшного Пусть ребята тоже Порадуются Ну значит друзья Вам должно в следующем году Повести Раз это Ваш год Игорь а ты заглядываешь В гороскопы Нет Честно говоря Мне некогда просто Некогда Работы очень много Семья Дети И поэтому Я все таки верю в себя В свои силы Стараюсь Как-то Ну Быть Во всем Осторожно относиться То есть как-то Ну так Обезопасить себя От всяких разных там Приключений Поэтому Ну Смотрю только вперед Верю в себя В свои силы Вот Ну и правильно Честно говоря Мы Ну атеисты Давайте Закончим Нашу философскую беседу Давайте Я думаю Если справочники Есть Есть гороскопы Если читаешь Справочник И там начались Эти приметы То надо идти по улице Оглянулся Не так Значит что-то такое Там посмотрел налево Не помню Давайте Черный кот Это все Это такое Забивает голову Лучше Да действительно Об этом не думать Лучше послушать Хорошую музыку Друзья Сейчас Какую композицию Мы услышим Ну вот Собственно Из той же программы Очень веселая Бодренькая Понятно что Сегодня Мы здесь танцевать Не будем Прыгать И так далее С ложками Потому что Места маловато Нам нужны Большие Игрцы Но я думаю что Суть будет ясна Потому что Это самая веселая Зажигательная Популярная Барыня Отлично Зажигательная 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 Популярная Зажигательная Зажигательная Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» От которой мы постоянно выступаем и приносим славу нашему предприятию, ну и так далее. Артем. А я бы хотел поздравить свою семью, маму, тетю, бабушку, брата младшего, они сейчас меня смотрят в данный момент. Пожелать здоровья, счастья и успехов. Спасибо. Так, Владимир. Вообще, я бы хотел поздравить страну с этим праздником. Русскому, российскому народу сказать, держись, народ. Несмотря на все эти санкции, все нормально, мы продержимся, они такое выдерживали. Так что, а своим родственникам желаю здравия, долгих лет жизни. Игорь, спасибо. Ну и, да, в завершении, как большая балайка, буду говорить много, долго. Да, поздравляю также своих родных, близких, мою любимую семью, моих маленьких деток, родителей, всех родственников, их около 500 человек. Я поздравляю с наступающим, чтобы он был Новый год самый успешный, самый счастливый и, конечно же, самый радостный. Поэтому желаю всем мирного неба над головой, большого человеческого счастья, семейного тепла, любви, море позитива, улыбок. Без этого никуда нельзя. И, конечно же, мы все, я думаю, что поздравляем от лица группы Балайка, да, мы поздравляем всех жителей Республики Коми, наш дружный коллектив, Центр досуга кино «Октябрь». ВГТРК, ВГТРК, и телеканал, Юрган, друзья, с наступающим новым 2018-м. Ура! Тут, правда, только не хватает шампанского, на самом деле. Друзья, спасибо вам большое, что пришли, желаю, чтобы Новый год для вас стал годом действительно новых достижений, совершений и прибавилось поклонников. Спасибо, что радуете нас своим талантом. Увремя телезрителей, вас мы тоже поздравляем с наступающим Новым годом от всего телеканала Юрган. Желаем, конечно, прежде всего здоровья вам, вашим близким. Пусть в домах будет тепло, уютно, на столах пусть всегда будет много вкусной и полезной еды. Будьте счастливы, улыбайтесь почаще и смотрите телеканал Юрган, ну и другие хорошие передачи. До свидания, всего хорошего, до встречи в следующем году в программе «Рабочий полдень». С наступающим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова